Есть три величины, которые нам с вами нужно будет познать в ходе нашего общения на заданную тему. Первая величина — это мы с вами. То есть, когда мы говорим о взаимоотношениях, очевидно, что в этих взаимоотношениях должны быть мы. Вы согласны с этим? Должны быть или не должны? Потому что, я думаю, вы можете, например, заметить такой фактор. Что когда вы общаетесь с разными людьми, и вас как бы нет. То есть, что это означает? Это означает, что нет вашего контакта с собой. То есть, вы как бы подстраиваетесь под других людей, вы в них растворяетесь. Вы как индивидуальность где-то затерялись. Где-то там, далеко в своем прошлом затерялись и до сих пор еще не выплыли на поверхность. Вас как индивидуальности как бы нет. Вы как бы подстраиваетесь под других. Поднимите руку, кто замечает, что у вас есть такая тенденция в сфере отношений. Можно чуть выше рука? Я просто хочу вас просить, посмотрите друг на друга, чтобы мы с вами одновременно изучали это пространство. Потому что мы будем учиться на собственном опыте. Итак, смотрите, очень важная деталь. Это в отношениях должен быть я. Потому что второе, о чем подумаете. Например, вы общаетесь с другим человеком, и его нет. То есть, он все время подстраивается под вас. Скажите, что вы чувствуете в таких отношениях? Нам, кстати, нужен микрофон, или лучше их несколько. Где у нас помощники? Сейчас давайте микрофон. Хотя разочарование уже услышал. Еще, еще, кто хочет сказать? Поднимайте руку. Вот у нас есть наш зеленый помощник с зеленым микрофоном. Ведь они тут стильно одеты очень. Добрый день. Я думаю, что когда нет человека другого в отношениях, просто они становятся очень скучными и неинтересными. Потому что человек общается сам с собой. Они для вас становятся неинтересными. Хорошо, спасибо. Еще, еще, еще. Можно сюда? Давайте здесь. Говорите, говорите. У меня такой опыт был много раз. Я начинаю чувствовать раздражение. И так возникает раздражение. То есть хочется с кем-то общаться, а его как бы нет. Да. Пытаешься его оживить, ну давай. Он растворяется просто. А он не оживляется. Да. Хорошо, спасибо. Еще. Да. Ну, когда не чувствуешь другого человека, превосходство появляется. Чувство. А, для вас это комфортные партнеры. Нет, для меня это не комфортные партнеры. Мне с ними тоже, мне с ними просто общаться не хочется. Но чувство превосходства появляется. Да, появляется. И так с чувством превосходства вам не хочется с ними общаться. Понятно. Хорошо, спасибо. Еще. Здравствуйте. Для меня это чувство, вот я согласна с женщиной, чувство доминирования какое-то. У меня это очень часто в жизни происходит. Вам нравится это чувство? Да. А. Да. То есть вы по жизни, стало быть, ищете таких партнеров, которые потеряли себя. Знаете, вот эти, которые потеряли себя, они всегда жертвой становятся для акул, которые хотят над кем-то доминировать. Хорошо. Поднимите руку, кто думая об этой сфере, что вот такой человек, которого как бы нет, нет его индивидуальности, у вас неприятные чувства возникают. Спасибо. И так мы можем это заметить. Знаете, я хотел бы все-таки вернуться к первому, чтобы мы с вами тоже это не пропускали. Итак, когда растворяетесь вы, то есть нет вас как индивидуальности в отношениях, что вы при этом чувствуете? Пожалуйста, несколько человек скажите. Какие у вас чувства возникают? Ну, подумайте, подумайте. Так, можно, да. Пустота. Так, ощущение пустоты. Хорошо. Ощущение зависимости. Иначе говоря, ощущение зависимости, а как жертва становлюсь такой. Ясно. Еще. Чувство нереализованности. Чувство нереализованности собственной. Спасибо. Спасибо, спасибо. Еще. Ощущение такое, что сам не знаешь, что чувствуешь, потому что даже сказать, что чувствуешь, невозможно, потому что, возможно, чувствуешь чувство другого человека. Ну, то есть сложно определить свои чувства, так как ты уже растворился целиком в другом. И так сложно, в общем, очень сложно. Спасибо. Хорошо. Итак, вот первая величина, с которой нам с вами нужно как-то прояснить отношения. Посмотрите, какая интересная деталь. Вы думали, семинар по взаимоотношениям, он будет по взаимоотношениям с другими? Поднимите руку, кто так думал? Ну, вот опускайте руку. Первое, с кем нам нужно построить отношения, это отношения с собой. И именно это во многом, пожалуйста, услышьте эту фразу, будет определять наш успех во взаимоотношениях с другими. То есть, когда я состоялся как личность целостная, зрелая, вот тогда я и способен строить зрелые отношения с другими. При этом неважно, где они там сами. Итак, вот первая задача, которую мы с вами постараемся решать. Вторая задача, она возникает... Ой, зря я это пишу, конечно. Нет, вы знаете... Все дело в том, что невозможно построить отношения с собой, если мы не вступаем в еще одни отношения. Кто-то понимает, в какие? В какие? Поднимите руку, кто понимает. Да, теперь, конечно, я не знаю, что вы понимаете, но хорошо, что вы понимаете. Я чувствую, что у вас есть контакт с собой, это неплохо. Но я думаю, что большинство из вас, да, подумали вот об этом. Высший источник. И, соответственно, взаимоотношения с ним. Почему это важно? Чуть позже мы с вами будем разбираться с этим. Но в целом говорится, что личность, индивидуальность, она не способна познать себя, если она не познает вот эти отношения с высшим источником. Вы скажете, почему так? Давайте поспорим. Слушайте, а что здесь спорить? Я вам пример приведу. Поднимите руку, если вы согласны, что наша с вами глубинная внутренняя природа – это природа взаимоотношений. То есть одиночество – это некое неестественное для нас состояние. Что вот мы в сфере отношений проявляем себя. Похоже, многие с этим согласны. Ну хорошо, слушайте пример. Вот скажите, пожалуйста, как мать, вернее, не мать, женщина, может реализовать свою материнскую природу? Каким образом? Ну, например, что? Медитировать на эту природу, книжки изучать, размышлять над этой природой. Как она вообще может познать себя как мать? Вот женщина, как себя может познать как мать? Женщина очень естественно отвечает. Тут дружный хор такой женский. Конечно, она вступает в отношения с ребенком. Она его любит и заботится о нем. И вот здесь она начинает чувствовать себя как мать. Согласны, что это так? Хорошо. А смотрите, интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, дорогие мужчины, а как мужчина может почувствовать себя как мужчина? Если вы думаете, что мужчина – это делать то, что нам сегодня говорят средства массовой информации, типа независимое существо, у которого есть деньги и власть, и вот это мужчина. Слушайте, но мы сделаем очень серьезную ошибку. Потому что мы начинаем определять мужчину, мужскую энергию, вне сферы взаимоотношений. Как бы саму по себе. Но может ли мать быть сама по себе, без ребенка? Как вам кажется? А как мужчина может быть без общества, ради которого он, собственно, и существует, чтобы это общество сделать лучше? Как мужчина может быть без женщины, о которой он заботится? Нет, это невозможно. Итак, женщина, чтобы познать свою материнскую природу, она должна вступить в отношения с ребенком. И вот заботясь о нем, она и чувствует свою материнскую энергию. Это так? Поднимите руку. Кто согласен, что это так? Спасибо. Извините, что я вас так часто поднимаю, прошу поднять руки. Но мне просто важен контакт с вами. Поэтому, когда мы с вами говорим о познании себя, а как мы можем познать себя, не вступая в отношения с Высшим? Мудрецы говорят, душа – это частичка абсолюта. Как она может познать свою глубинную природу, не познавая эти отношения? Это очень принципиальный закон. Смотрите, мы с вами сейчас начинаем определять очень фундаментальные вещи. Я понимаю, что они для вас, может быть, пока не распаковываются в такую некую конкретику, но мне важно, чтобы мы их с вами обозначили сейчас. Итак, вот вторая величина, которую нам с вами нужно будет как-то определить в ходе этого семинара, или наше отношение с Высшим. Один только пример приведу на эту тему. Поэтому, скажем, такая тема, как предназначение, реализация своего предназначения, о ней вообще невозможно говорить, если вы не включаете вот это высшее измерение. Потому что предназначение, оно дается. Это не что-то… Смотрите, иногда так люди думают, что предназначение – это вот я могу что-то там подсмотреть за кем-то, как он нормально живет, чем он занимается, научиться тем же самым, и вот мое предназначение. А, кстати, кто так думает? Поднимите руки, у кого есть такое вот представление о предназначении? Раз, два, три, четыре человек. Не очень много, смотрите, чувствуем мы, что это так. Было известное советское стихотворение, я думаю, может быть, многие из вас его помнят. Может быть, кто-то не помнит, но звучало оно следующим образом. Я бы в летчики пошел, пусть меня научат. Я бы в милиционеры пошел, пусть меня научат. Там много разных перечислений было, разных престижных профессий, типа сантехника, рабочего на заводе, инженера. Кто там еще был? Доктор еще был. Ну, сейчас это не все профессии престижные, но смысл в чем? То есть я хочу этим заниматься, пусть меня научат. Помните, как в свое время, это не в плане критики, но в плане обсуждения материала. Один известный политик говорил, что каждая кухарка должна учиться управлять государством. Вот откуда все беды нашей страны. Кухарка не должна управлять государством. Кухарка должна управлять кухней. Каждый прекрасен на своем месте. Ну, в общем, тема предназначения. Предназначение это то, что дается свыше, оно дано. Его не подсматривать его нужно, его нужно найти, причем свое собственное, а не чужое. Возможно ли это, когда у вас нет чувства связи с высшим, откуда оно собственно и приходит, как некий путь ваш? Первый момент. И второй момент. Можете ли вы его еще найти, если вы не чувствуете самого себя? А как вы его найдете, если вы не имеете контакта с собой? Смотрите, вот два значимых параметра, например, для определения этой темы, темы предназначения. Ну и, соответственно, у нас появилась еще третья величина. Она почти уже там написана на этой доске. Это какая величина? Это другие. Возникает уже такое более сложное уравнение. То есть, когда вот с этим уравнением я сориентировался, то есть, обрел некую связь с собой, обрел связь с высшим, вот смотрите, вот тогда я могу нормально вступать в отношения с другими людьми. Возникает.